Всем привет! Сегодня я решила сделать продолжение предыдущего видео о хитах ютуба, поскольку это видео было очень популярное и очень спорное. Что это, кстати, было очень интересно с вами на разные темы побеседовать. Кстати, о Tangle Teaser в моем видео 90% из вас написали, что оно тоже никчемная расческа, так что я не одна такая. Но сегодня я вам расскажу про своих любимчиков, про хиты ютуба, которые я попробовала и от которых я осталась в полном восторге, и которые я куплю еще раз, или которые я советую вам, или которые я уже сто раз показывала и советовала. В общем, такие хиты ютуба, которые полностью покорили мое сердце. И первое, с чего мы сегодня начнем, будет вещь, которая у меня закончилась, и которую, к сожалению, я бы очень с удовольствием купила еще раз, но поскольку это продается только в Америке, и ради этого делать заказ, мне немножко жалко. В любом случае, если у меня будет какая-то возможность, или кто-то захочет мне когда-то подарить подарок. Блеск. Блеск для губ. Представляете, Гави сидит и советует вам блеск для губ, когда я блески для губ ненавижу. Но! Но вот этот блеск от Baxxon, это просто реально крутая, классная штука. Если вот так вот все помады, которые с собой подразумевают помада, блеск, работали как этот блеск, было бы вообще супер. Ну, просто замечательный блеск. Мне безумно нравится этот его нещадящий холодок на губах. Он очень-очень стойкий блеск. На моих губах он стойкий, ну, не знаю, до 3-4 часов. Очень стойкий блеск. А, конечно, если вы не будете есть что-то такое масляное, что оно будет стирать этот блеск с губ. Просто, короче, обалденный блеск. Я его закончила, вы видите, я полностью его вылизала. Я закончила, я не только его закончила, я его вылизывала, вот конкретно вылизывала. Я вылизывала блеск. Представляете, насколько он мне понравился? То есть я вот так вот его переворачивала и вылизывала. Больше тут вылизывать нечего. Тут есть на донучке, до него кисточка не доходит. В общем, это обалденные блески. Я, конечно, много в своей жизни блесков не пробовала, поскольку их не очень люблю. Но из всего, что я пробовала, вот это вот самый классный блеск. Он не липкий, он очень долгостойкий, он очень классно жжет губы. что мне этот эффект очень нравится, кстати, наверное, не всем это понравится. В общем, обалденная вещь, если у вас будет какая-то возможность, то я обязательно себе их еще куплю, а я знаю, что они очень часто продаются вот такие вот, это миниатюрка, между прочим, я ее как-то выиграла, а не выиграла, а в Сифоре на какие-то функты купила. Я знаю, что у них очень часто есть такие сетики, то есть наборы, вот если у меня будет возможность купить такой набор, я обязательно себе куплю. Следующее, что я вам покажу сегодня, это будет, думаю, что будет спорный, спорный продукт, и он немножко грязный, но не обращайте внимания, Просто я сегодня им не пользовалась, поэтому я его не мыла. Это Beauty Blender, он немножко на попке здесь грязный, но вы не обращайте внимания. Это самый лучший спонж для лица и наносения тональников от легкого до среднего покрытия. Тяжелые тональники с плотным покрытием, я не думаю, что следует им наносить так, потому что тогда будет он сильно пачкаться. А те тональные средства, которые я с ними наношу, он не пачкается, он хорошо отстирывается. Кстати, после, не знаю, 100 стирок он до сих пор линяет у меня, это так. Просто заметку вам, что если у кого-то он есть, он у нас продолжает линять, у меня до сих пор он тоже линяет. Несмотря на то, что я его очень хорошо промываю мылом каждый-каждый раз, это самый лучший спонж. А многие сравнивают с Real Techniques, нечего даже сравнивать, на мой взгляд. Это хороший спонж, он не впитывает в себя никакие тональные средства, он отлично их разносит по лицу, он отлично держится. Вот я им сейчас, последний месяц, каждодневные пользования, каждый божий день им пользуюсь, кроме вот сегодня, потому что что-то мне кистью захотелось наконец-то пользоваться, потому что все время им пользуюсь. У него тут буквально немножечко что-то появляется, какая-то трещинка. В общем, он у меня уже полтора года, но просто я им не пользовалась на такой, на каждодневной базе, а периодически. Замечательный спонж, он стоит этих своих 20 долларов, сколько он стоит, очень часто их продают по 2 штуки, а это выходит дешевле, иногда бывают даже скидки на них 40%. В общем, это стоящая вещь, в которую я считаю, что нужно вкладываться, когда этот у меня начнет умирать, я обязательно себе закажу еще парочку. Я считаю, что аналога этому спонжу на данный момент нет. Из всех того, что я пробовала, нет именно аналога, все другие спонжи, они все более, более в себя как бы впитывают все, что можно, более такие тянущиеся, пористые что ли. А этот более такой, он пористый, но он очень такой сухой, он ничего себя не впитывает. В общем, просто суперский-суперский спонж. Следующий хит ютуба, и благодаря ютубу я узнала про эту шикарную помаду, про этот шикарный цвет, и вы все точно сейчас догадаетесь. Это MAC Heroin. Я считаю, что это просто легендарная, крутая, суперская помада, что аналога этому цвету нету ни в одной помаде с другой. Вы можете со мной поспорить, и может быть это правда. В любом случае, я считаю, что это просто шикарный фиолетовый холодный цвет, который... Он не точно холодный, мне кажется, что вообще он нейтральный, что он подходит большинству цвету тип девочек. Всем девочкам, кому я советовала, и кто эту помаду покупал, все остались довольны. А мои две подруги купили, и они просто в восторге от этой помады. Вот ее сводч. В общем, я считаю, что это просто шикарный, красивый фиолетовый цвет. Он очень делает выразительное лицо. У меня как-то недавно подружка ездила в Бельгию, заходила в магазин Bobby Brown, купила себе пару вещей. И она сказала, что ей сделали в магазине комплимент, сказали, что у нее очень красивая помада, и как раз вот эта помада была у нее на губах. Пару раз, когда я была с этой помадой на губах, мне тоже в магазине делали комплименты. А некоторые догадываются сразу, что это за помада, сразу говорят, что сдалека видно, что это MAC Heroine, потому что она такая единственная, нет я аналогов. А как-то все другие фиолетовые цвета, которые я пробовала, ни одна под эту помаду не подходит. Она очень-очень как бы, как это сказать, не то что не оригинальная, она вот, ну, единственная такая. В общем, однозначно великолепный хит ютуба, который, я надеюсь, что никогда не уйдет с прилавков магазина MAC, и я всегда смогу купить ее, когда она у меня закончится. В общем, ну, вы сами знаете, что я обожаю эту помаду. Следующий хит ютуба, а благодаря ютубу я узнала про эту вещь, это вот такой вот скраб для губ от фирмы ELF. Вы, наверное, не знаю, многие слышали. Его можно купить на iHerb, но проблема на iHerb в том, что этого скраба постоянно нету. Когда он появляется, его раскупают просто моментально. Я пыталась его уловить три раза. Три раза мне приходило на мою электронную почту notification, что он вернулся в магазин. Я заходила уже в магазин, и его уже не было. И вот у меня после третьего, наверное, на четвертый раз у меня получилось его отловить. Это замечательный скраб для губ. Он идет вместе с таким как бы бальзамом, и вы просто, знаете, помаду наносите на губы вот так вот. Он просто как бы вам скрабирует губы, вам ничего не нужно смывать, ничего не делать. А до него я дома сама делала из темного сахара и немножко меду. Я знаю, что многие добавляют еще оливковое масло, но я терпеть не могу оливковое масло на своем теле, на своих волосах. Также многие добавляют кокосовое масло. Я тоже не очень люблю кокосовое масло на своем теле, на своих волосах. У меня как-то немножко с ореховыми, с маслами разных косточек не очень дружится. Поэтому они для меня, вот эта вещь просто шикарная, она классно эксфолирует ваши губы, она немножко их даже увлажняет, но хватит несколько раз так провести, потом сразу можете на нее провести бальзамчиком, тут, по-моему, она тоже, он сахарный, если не ошибаюсь, так, на упаковке было написано, здесь нет упаковки, в общем, за 3 доллара это однозначно хит ютуба, если вы еще не пробовали, я всем-всем советую попробовать, при любой возможности, когда вы будете заказывать что-то на Herbie или в других местах, где продается вот косметика Эльф, обязательно закажите и попробуйте, Очень классная штука. Следующий хит ютуба, кисточка от Real Techniques, вот именно эта кисточка, кисточка для пудры, она самая крутая, она самая крутая из всего, что я пробовала, а я не пробовала такие фирмы дорогие, как MAC и подобные знаменитые, Bobby Brown, я знаю, что их очень хвалят, разные там Chanel, Dior, Guerlain очень колючие, я их вообще пробовать никогда не буду, в любом случае я пробовала вот такие вот Middle Market или как вы их назовете, вот эти вот Real Techniques, наподобие Sigma, Sedona Lace, что еще пробовала, Zuiva, в общем, все вот это я пробовала, это самая крутая кисточка для, я вру, а Sigma не пробовала, это самая крутая кисточка в любом случае для пудры, она просто обалденная, пудра на все лицо, она очень большая, она классно разносит, она мягкая, в общем, это самая-самая крутая кисточка, я все сижу и подумала, может мне еще одну заказать, потому что когда это останется грязная, нужно чем-то другим попользоваться для пудры, а мне так не хочется, потому что я так ее люблю, я так не привыкла, просто фантастическая кисточка, если у вас еще ее нету, 10 долларов, не пожалеете, садитесь на iHerb и запожите. Следующее, что я вам покажу, это будут румяна, куда же Габи и без румян, вы удивитесь, какие румяна, я вам сегодня покажу, из всего того, что у меня есть, вы точно удивитесь, это будут румяна Benefit, у меня вот такие вот миниатюрки, но я хочу обратить ваше внимание только на один единственный цвет, что мне нравится, это королиста, вот королисты здесь, вот эти вот две мне вообще не нравятся, я еще как-то их, кстати, пыталась смешивать и ими пользоваться, но вообще не идут, у меня это Dandelion и Sugarbump, вообще не мои цвета, мне не нравится, никак лежит ничего, просто нехорошая румяна для меня, а больше всего я, конечно, пользуюсь Hoola, это бронзеры, и королисты, но сегодня мы говорим будем о королисте, королисты это тот коралловый цвет на лето, вот сейчас, на весну, который, я думаю, что подойдет всем, он просто шикарный, шикарный, свежий цвет, из всех коралловых румян, что я когда-либо пробовала, он, ну реально, самый-самый шикарный цвет, самый красивый и действительно очень, очень, как бы очень подходит лицу, очень делает лицо свежим, красивым, сияющим, например, чего Nars Orgazm идиотский не делает, который я румяна абсолютно не люблю, в любом случае, королисты от Benefit очень классные румяна, очень красивые, если вы сомневаетесь, какие коралловые румяна купить для себя, я вам очень-очень их советую, они, наверное, из всех румян, что я пробовала у Benefit, будут единственные, которые я вам советую, когда у меня закончится миниатюрка, я или куплю себе еще две миниатюрки, или куплю целую, посмотрим, потому что мне очень нравится эта удобная маленькая палетка, которую я сама сделала, там, то есть, которую я сама собрала, но посмотрим, если будут еще миниатюрки продаваться, потому что у Benefit миниатюрки очень хорошие, они 3 грамма, просто для сравнения, чтобы вы поняли, у Бобби Браун целый румяна 4 грамма, у Benefit миниатюрка за 8 долларов 3 грамма, поэтому это очень хороший размер миниатюрки, шикарные просто румяна, очень-очень их люблю и полюбила Hulu, про Hulu я как-то вам рассказывала, что я ее терпеть не могу, но сейчас я ее люблю. И последнее, что я вам сегодня покажу, хит ютуба, который появился на англоязычном ютубе достаточно давно, многие англоговорящие блогеры и иностранные блогеры, не русскоязычные, скажем так, очень хвалили этот продукт, и как-то в Израиле у нас не было возможности это попробовать, пока это не появилось, и потом я услышала разных девчонок, которые русскоязычные блогеры это советовали, короче, я решила попробовать, и я влюбилась. И я влюбилась, это шампунь и кондиционер от OZ, поправьте меня, как правильно это говорить, я никогда правильно не знаю, наверное, OZ, я так предполагаю. В общем, я пробовала разные версии, сейчас у меня Freeze Control, Freeze Miracle Shampoo и Freeze Miracle Conditioner. Я очень люблю эти шампуни и думаю, что девочки, у которых структура волос такая же структура, как у меня, что они очень-очень тоненькие, склонные к пышности или не склонные ни к чему, и хотят, чтобы их волос был объем, вот это самое то. Все шампуни OZ, что я пробовала, дают нереально крутой объем. Во-первых, шампуни хватает, шампуни кондиционер хватает относительно надолго, потому что я не хочу пениться, поскольку там присутствуют SLS и все подобное, это не что-то натуральное, и они просто, вот, во-первых, они оставляют волосы чистые, приятные, запах. Нетсер тащится от всех запаков OZ, он вообще пользуется у меня Head & Shoulders, только потому что периодически у меня есть перхоть, и ему нужен шампунь, и он любит только Head & Shoulders, он вообще никогда это не меняет, но периодически, когда я покупаю разные OZ, то он их тоже пробует, потом входит, понюхаю волосы, понюхаю волосы, как они пахнут. В общем, ему очень нравятся запахи, очень хорошие запахи, очень оставляют волосы мягкими, и он прямо из-под корней делает такой, как объем. Я не могу это объяснить, но вот каждый раз, когда я пользуюсь, просто в день, в день я просто хожу и вижу этот объем. Он не делает, мои волосы вообще очень пышные, вы видите, они очень-очень пышные, но они безобъемные. Если, например, сейчас я сделаю хвостик, похожу с этим хвостиком, не знаю, час, ну час примерно, то у меня весь вот вся эта пышнота упадет, и у меня будет такой маленький крысиный хвостик. Эти шампуни прямо из-под корней делают такой, знаете, объем. Иногда я прихожу домой, и даже мне очень непривычно, потому что, например, в конце дня, мои волосы до сих пор по непривычке как-то вот около корней прям как-то стоят. То, что обычно говорят, что сухой шампунь должен делать, что он такой придает корневой объем, вот эти шампуни делают. Ну просто для девочек с тонкими волосами это шикарные шампуни, не знаю, как для нормальных волос, тяжелых волос, у меня не такие волосы, поэтому мне сложно говорить, но для таких волос, как у меня, это просто шикарные шампуни. Единственное, что в Израиле для их количества, они немножечко дорогие, то есть у них немножко цена выше средней цены магазинной шампуни. Ну вот это вот такие хиты Ютуба, которые я однозначно очень-очень люблю, и вы, думаю, это заметили в течение прошлого года, я постоянно периодически вам про эти же продукты рассказывала, шампуни эти я уже, например, покупаю четвертый раз, жалко только, что у нас в Израиле, как обычно, а если не знаю, там из восьми или девяти представленных серий во всем мире, у нас, по-моему, есть только две или три, как всегда, но приходит одна десятая часть всего того, что есть во всем мире. Вот, ну в любом случае, это продукты, которые я любила, расскажите мне в комментариях обязательно, какие у вас фавориты, которые вы узнали благодаря Ютубу, и мне будет очень интересно послушать, интересно вообще, что вы думаете по поводу моих любимчиков. Мне будет очень интересно узнать, если это видео будет такое же спорное, как было предыдущее, потому что предыдущее по отношению к некоторым продуктам, по-моему, Carmex или еще что-то было очень спорное, и ваши мнения абсолютно не сошлись с моим мнением, но в этом вся и прелесть, потому что мы все разные, и любим мы все по-разному. Ну что же, на сегодня все, мы увидимся очень скоро. Пока! Всем привет! Сегодня я хочу вам показать новые покупки для дома. Покупок на самом деле очень мало, и в основном здесь у меня элементы декора, потому что у меня хочется периодически что-то новенькое, свежее.